Девушки отдыхают Никогда не дашь упасть Моя рука в твоей руке Никогда не дашь упасть Моя рука в твоей руке Никогда не дашь упасть Моя рука в твоей руке Никогда не дашь упасть Моя рука в твоей руке Давайте еще скажем Бог верный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, Иисус, Ты благий Бог! Субтитры создавал DimaTorzok О, Иисус, Иисус! Мы знаем, что Ты никогда, никогда не покинешь нас. Никто не сможет похитить нас из Твоей руки. Господь, благодарим, благодарим за саму жизнь. И больше всего благодарим за то, кто Ты, Господь. За то, что Ты Бог, который сотворил небо и землю и все, что наполняет их. Ты соткал нашу жизнь, Господь. Господь, выявил нас из тьмы и призвал свой чудный свет. И сегодня мы имеем общение с Тобой. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за церковь Твою, которую Ты создал здесь, на этом месте. И утвердил ее, как стоп и утверждение истинное. И сказал, что врата ада не одолеют ее. Благодарим Тебя. Господи, молимся об этом собрании и просим, чтобы Ты, Господи, благословил нас в этом собрании. Чтобы Ты, Господь, дал нам помазание, благодать, держать уши свои из сердца открытыми, чтобы слышать, что способны изменить нашу жизнь, Господь. Дай нам мудрость принимать Слово и растворять Его верою своей, чтобы оно было живо и действенно в нашей жизни. Благодарим Тебя за братьев, за сестер, которые здесь. Во имя Иисуса молились мы Тебе. И весь народ да скажет Аминь. Поблагодарите Господа, Он достоин. И пока оставайтесь на ногах, я хочу сделать одно священное действие. Позвать сюда семью гайтян. Ливоны и Наргиз, пожалуйста, выходите. И у них родился ребенок с коронавирусом, он уже стал совершеннолетний, но мы его хотим благословить. Давайте благословим прекрасную девочку. Вот держи ее на руках. Красавица, а? Такая красавица. Как зовут его? Георгий, да. По-моему, я его на руках держал, да, когда он был маленький. И Наргиз переживала, она думала, сейчас все. Это последний день ее ребенка. Смотри, как он вырос. Слава Господу. Как девочка. Ариана. Да, слава Господу. Ариана. Слава Богу. Нить. Нить судьбы. Халилюя. Слава Господу. Давайте протянем свои руки. Давайте благословим ее. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за дар с небес, который Ты дал этой семье, за Ариану. И благословляем ее во имя Иисуса Христа. И молимся, чтобы Твое помазание было на ней, Господь. Чтобы она своей жизнью прославила Тебя. Чтобы Ты оберегал, охранял, защищал ее на всех ее жизненных путях. Чтобы был, Господи, успех в ее жизни. Во всем, к чему прикоснутся ее ручки. Господи, мы молимся о том, чтобы Ты дал благословение семье. Чтобы родители были способны воспитать этого ребенка в страхе Господнем. В-первых, дай им самим любящее к Тебе сердце, наполненное любовью Твоей. Чтобы они могли, Господи, изливать эту любовь друг на друга и на детей. Дай им все необходимое материальное обеспечение, чтобы они ни в чем никогда не нуждались. Благослови эту семью. Благослови этого ребенка. Во имя Иисуса молились мы. Аминь. Аллилуйя. И мы для отцов делаем подсказку в виде этой игрушки. Поставь на видное место, будешь всегда знать, когда родилась Твоя дочь. Благословляем их. Благословляем. Благословляем. Друзья, поприветствуйте кого-то, насколько вам позволяет вера в условиях коронавируса. И присаживайтесь в любви Божией. Слава Господу. И снова я. Надеюсь, я вам еще не надоел или уже не надоел. И мы снова говорим о жизни Иосифа. Может быть, кому-то надоело уже эта серия проповедей. Но я в то воскресенье, после того, как проповедовал два собрания, позвонил Нине Ивановне. Это мама моя, ее так зовут. Спросил, говорю, мама, ну как тебе проповеди? Она говорит, сынок, ты проповедуешь лучше всех. Знаете, я не могу не согласиться с мамой. Я к этому приду. Жена всегда впереди мужа идет. Я не могу не согласиться с мамой. Даже Иисус был согласен со своей мамой, друзья мои. И мама говорила, что скажет, то делайте. Моя мама передала церкви, что скажет, то делайте. Сегодня день матери, друзья мои. И я поздравляю всех матерей с этим днем. Вы прекрасны. Мама, передаю тебе привет. Поздравляю, люблю тебя. Напишите маме. Поздравьте, позвоните маме. Или если она здесь рядом с вами, встретитесь сегодня с мамой. Саша точно сегодня встретится с мамой. Он любит по воскресеньям встречаться с мамой. Потому что мама так вкусно готовит. Сегодня, наверное, Саша пойдет поздравлять маму. Войдет и поздравляет. Так что сегодня можешь не быть на диете. Слава Господу. Так что, друзья мои, слава Господу. Давайте воздадим хорошее благословение за наших матерей. За всех вообще матерей. И поздравим их с этим прекрасным днем. Друзья мои, я хотел бы передать привет всем, кто нас сегодня смотрит. А нас смотрят из Орехово-Зуева. Нас смотрят из Чайковского. Нас смотрят в Челябинске, в Мурманске, в Париже. Друзья, это кто присылает приветы сейчас. Нас смотрят еще на Кольском полуострове. И, надеюсь, нас смотрят в Сочи. Прямо сейчас. И давайте передадим этим людям привет. Скажем им спасибо, что вы следуете за нами. И не забывайте тоже проповедовать Евангелие. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Если вы член церкви Ковчег и не подписаны на канал в Ютубе на наш, это великий грех, друзья мои. Прямо сейчас есть возможность вам покаяться и исправить этот грех. Прямо сейчас. Поэтому, друзья мои, слава Господу за эту возможность распространять Евангелие до края земли. И слава Богу, что вы помогаете в этом благом деле. Аминь. Итак, мы продолжаем рассматривать жизнь Иосифа, из которой мы извлекаем ценные уроки того, как нам пройти свой жизненный путь и достигнуть мечты. Надеюсь, вы что-то получаете. Я очень надеюсь на это, потому что постоянно тружусь, прошу Господа, чтобы Он давал слово для церкви, которым вы могли бы питать своего внутреннего человека для укрепления этого внутреннего человека. Поэтому постоянно, постоянно будьте внимательны ко слову, которое говорит Господь. Иногда люди что-то получают между строк. Я так часто слышал, как люди делились откровениями после моей проповеди. И говорили те слова, которые я вообще не говорил. Вот каким-то образом Дух Святой может между строк говорить, друзья мои. Это здорово. За действие Духа Святого в этой церкви я молюсь постоянно. И молятся наши молитвенные группы, и думаю, что каждый из вас будет и должен молиться об этом. Слава Богу за это. И сегодня моя проповедь называется «Это Бог послал меня сюда». «Это Бог послал меня сюда». Друзья мои, жизнь не состоит из одних приятных моментов, только лишь из побед. Мы часто от проповедников слышим, что Господь или с Господом мы можем преодолеть абсолютно все. Что Господь всегда за нас. Что Он все сделает так, как мы этого желаем. Потому что Господь на нашей стороне. Потому что кто против, если Бог за нас, друзья мои? И вот такая философия, она приводит нас к тому, что мы думаем, что с Богом жизнь – это одно удовольствие. А вот что появляется в нашей жизни неприятного или какие-то стесненные обстоятельства – это дьявол хочет нас лишить этого удовольствия. Мы так с вами думаем, потому что сегодняшнее поколение, оно воспитано в проповедях стиля ситком. Ситком – это сериал «Ситуционная комедия». И это не ново, и это понятно, потому что большинство из нас, они были воспитаны на разных сериалах. Я не знаю, что смотрели в ваше время, что смотрят сегодня, но в мое время был такой сериал «Санта-Барбара» и просто «Мария». И я помню, когда я уходил в армию, Си-Си – это главный герой этого сериала, он начал впадать в кому медленно. Я два года служил, не год, как сейчас. И когда я вернулся из армии, он так в кому и не впал. Я не знаю, вышел он вообще из комы или нет, закончился этот сериал или нет, потому что мне кажется, он так и не закончился. И может быть, где-то его продолжают снимать, и кто-то его до сих пор смотрит. Но он был, и я увидел, что в этих сериалах даже был некий положительный момент. У Марины бабушка, она не могла умереть. Она была уже наодре смерти, но не могла умереть, потому что она хотела узнать, с кем останется Джадди. Я не знаю, как этот сериал называется. Главной героиней, помню, Джадди. Аноним, а? Как как? Клон, вот, вот, клон бабушку держал несколько месяцев, не давал уйти на небеса. Я не знаю, что сегодня смотрят, но сегодня сериалы, они созданы в стиле ситуационной комедии. Там всегда смеются, там какая-то разыгрывается сцена. И вот сегодня проповеди, они тоже в этом стиле проповедуются. Это неплохо, это теологически верно. В этом нет ничего плохого. Мои проповеди, они тоже в стиле ситком проповедуются. В этой проповеди звучит следующее, или происходит следующее. У вас есть работа, и она вам нравится. Но вдруг, по замыслу дьявола, вы теряете эту работу. И вы взываете к Господу, вы молитесь, и Бог дает вам слово. Вы встаете на это слово, растворяете его своей верой. И вот чудо! Вы получаете еще лучшую работу, с более лучшими условиями труда, с большей зарплатой, и с лучшим начальником, который настолько душечка, что даже не обращает на то внимание, чем вы занимаетесь. Во сколько вы приходите, как вы уходите, и что вы вообще делаете. Более того, он идет на повышение и рекомендует вас вместо себя. Вот она, проповедь ситком. Вот в таком стиле сегодня проповедуется. И ничего плохого я в этом не вижу. Но знаете, что происходит? Слушая такие проповеди и впитывая эту философию, мы иногда, попадая в трудные ситуации, и находясь там долго, испытываем кризис веры. И часто отходим от Бога. Потому что нам становится непонятным, как так. Нам же говорили, что Бог должен решать все наши ситуации. Что только вызови к Нему, и Он тут как тут. Что позволите? Что сделать для вас? А тут вдруг годами не решается моя ситуация. Какие года? О чем вы говорите? Годами уже тебя в церкви давно нет. Неделями, днями не решается моя ситуация. На словах-то все просто. А вот в деле бывает так, что не всегда приходят ответы на наши запросы. Не всегда есть ответ на наше желание. Иногда мы в сложных и трудных обстоятельствах находимся долгое время. И здесь, в этих трудных обстоятельствах, приходит соблазн, который заставляет тебя подумать, что Бог тебя оставил. Что Бог забыл. Кто согласен с тем, что Бог может решить абсолютно любую ситуацию? Видите как? А когда мы попадаем в стесненные обстоятельства, и вдруг эта ситуация долгое время не решается, нам кажется, что Бог оставил нас один на один с этими обстоятельствами, и ничего не хочет предпринимать. Потому что Он же может. Ну представьте, если я могу что-то сделать и не делаю для вас. Какие мысли будут у вас в голове? Вы скажете, либо Он меня не любит, либо Он мне недоволен, либо я недостоин. Но вы никак не подумаете, что я делаю благо для вас. Ну или редко так подумают. И вот эти проповеди в стиле ситкома, они воспитывают в нас такую философию. И мы иногда не получаем ответы на наши молитвы. И не получаем мы их, может быть, потому что время не пришло. Бывает у Бога свое время, у нас свое время. Или не получаем, потому что наши желания, наши молитвы, они не согласованы с волей Божьей. Мы не узнали эту волю Божью, и просто испытываем какое-то хотение. И говорим Богу свое желание, а его воля другая. И нам огорчительно. Потому что Слово Божье очень много говорит о том, что если наши желания согласованы с волей Божьей, тогда нет вариантов, чтобы Бог не исполнил это желание. Но вот если наши желания не согласованы, Бог не обязан исполнять это. Поэтому нам важно искать волю Божью. Никогда не забуду, как мы проводили конференцию в Подмосковье. Это было летом, и мы ее делали в летней беседке, у которой была железная крыша. И вот когда проповедовал основной спикер, Вдруг пошел сильный дождь, который так громко барабанил по крыше, что его речь, этого спикера, она была едва слышна. Мы сидели на первых рядах, и то еле слышали, что он говорил. И вдруг одна женщина из присутствующих вышла, подошла к нему, и так как я рядом был, я услышал, что она сказала. Она сказала, давайте помолимся за то, чтобы прекратился дождь. И послушайте, логично. Я даже сам тут подумал, думаю, вот слушай, женщины иногда мудрее пастора бывают. Надо бы было мне сказать эти слова, выйти, призвать народ, помолиться, чтобы дождь закончился, и дождь бы, когда закончился, и даже еще себе славу сыскать. Какой ты мудрый пастор. Я даже где-то внутри пожалел, что это не я был. Но меня удивил ответ этого мужа Божьего, который уже в возрасте, который долгое время пастор, сейчас он за границей живет. Он ответил ей, он говорит, знаете что, дождь нам мешает проводить конференцию, а кто-то ждал дождя для того, чтобы получить хороший урожай. Давайте Богу дадим право распоряжаться. Нужен дождь или не нужен дождь? И интересно, как он только произнес последнее слово, дождь тут же прекратился. Знаете, Бог лучше знает, что нужно каждому из нас. И порою самые стесненные обстоятельства бывают для нас полезнее, чем самые благословенные дни. Еще раз скажу, порою самые стесненные обстоятельства для нас бывают более полезными, чем... Вернее, самые благословенные обстоятельства бывают более полезными. Извините, все, запутался. Самые стесненные обстоятельства бывают более полезными, чем благословенные дни, друзья мои. Аминь. С пятого раза. Послушайте меня. Я больше всех желаю, чтобы в моей жизни никогда не было проблем. Я хочу так жить, чтобы вот вообще никогда не было проблем. Чтобы Бог все устраивал. Это мое настойчивое желание. Но Библия со мной не согласна. В своей молитве Моисей говорит в Салом 89, 10 стих. Дней лет наших 70 лет. А при большей крепости 80 лет. Ибо, слушайте, а самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Моисей не утверждает, что наша жизнь это сплошное удовольствие, а вот иногда приходят какие-то проблемы, как мы ожидаем от Бога. Ты приди к Богу, и у тебя все наладится. И мы думаем, пришел к Богу, и все. И Бог теперь должен все сделать таким образом, чтобы у нас все было налажено. Чтобы я только получал удовольствие. Но Моисей говорит, нет, вообще все не так. Большая часть труд и болезни. И слово болезни, это не болезнь именно, как мы думаем об этом, или как мы понимаем в прямом смысле. Здесь говорится, или понимается под словом болезнь, страдания, мучения, бедствия, горе, несчастья и беды. Вам не нравится такое Евангелие? Или нам не нравится такое Евангелие, что большая часть нашей жизни это труд, беды, несчастья, болезни и все остальное. Не может такого быть. Мы, люди Нового Завета, с этим не согласны. Потому что Иисус нас искупил. Потому что Он дал благодать. Потому что Он все сделал на кресте. Аллилуйя, аминь. И здесь аплодисменты. А теперь вопрос. Поднимите руку тот, кто вообще никогда в своей жизни не испытывает проблем. Либо вы неверующие, либо благодать не работает в вашей жизни, либо Иисус вас не до конца искупил. Как же так? Когда мы верим, что с Богом одно удовольствие жить, но вдруг начинаешь анализировать, ты видишь, что Моисей как-то правильно сказал в Новом Завете, что большая часть нашей жизни труд, труд над самим собой даже. Когда ты себя усмиряешь, я не говорю про труд лопатой, когда ты над собой работаешь. А когда ты над собой работаешь? Да каждый день, каждое мгновение всегда трудишься над собой, если твоя совесть еще жива. И постоянно, в день по несколько раз, ты испытываешь огорчение. Автобус пришел не вовремя, с мелочей. Жена встала не с той ноги, кошка мяукала всю ночь, ребенок не спал и так, так далее, и так далее. Разве нет? И когда мы смотрим, друзья, на жизнь Иосифа, мы видим, что эта жизнь тоже не сплошное удовольствие. Нам приятно рассказывать об Иосифе, когда он стал уже вторым человеком в Египте. Но мы видим, что жизнь Иосифа, так же, как и жизнь каждого из нас, она состоит из разных этапов, друзья мои, из разных периодов. У Иосифа был период, когда он жил в любви отца и ни в чем не нуждался. Отец его покрывал, заботился о нем. У Иосифа был период, когда Бог стал его поднимать, вытаскивая из тюрьмы и ставя его на высоты. У Иосифа был периодом, когда он стал спасителем для своего народа, и Бог исполнил все те мечты, которые он ему показывал, все те сны исполнились. Он увидел исполнение этих снов в том, что его семья пришла и реально поклонилась перед ним. Но так же мы видим, что в жизни Иосифа и были периоды, когда его предавали, когда его отправили в рабство, когда его продавали, когда его незаслуженно обвинили, когда его бросили в тюрьму и в этой тюрьме на долгое время забыли. Мы видим, что Иосиф не всегда наслаждался жизнью, что у него были такие сложные периоды. И книга Бытиев, 39 глава, с первого стиха мы читаем. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измолитян, приведших его туда, египтянин Патифар. Царедворец фараонов, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина и увидел господин его, что Господь с ним. И что? Всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благословение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа. И не знал при нем Ничего, кроме хлеба, который он ел. Мы видим, что после беззаботных дней под покровительством отца Иосиф попадает в рабство, где господином над ним становится Патифар. Иосиф уже не сын, Иосиф уже раб. Жизнь его не принадлежит ему, жизнь принадлежит этому господину. Господин может, по сути, сделать все, что угодно с Иосифом. Он может его просто лишить жизни. Иосиф находится в ужасном положении, но мы читаем, что в этом ужасном положении Господь с ним. Друзья, как часто мы испытываем отсутствие Господа именно в ужасном положении. Нам кажется, что Бог забыл нас. Но мы здесь читаем, что Бог не оставил Иосифа в этом ужасном положении. Он был с Иосифом. Друзья мои, Господь всегда с нами, где бы мы ни находились, в какое бы ужасное положение мы ни попали, Бог всегда с тобой. Он никогда тебя не оставляет. Не важно, как ты чувствуешь. И мы видим, что Бог дает здесь успех Иосифу, который заметили неверующие люди. Так часто в Библии неверующие люди видят успех верующих. Если мы действительно с Богом, в какой бы ситуации мы ни находились, в этой ситуации Бог будет давать твоим рукам успех. И люди будут видеть этот успех, как люди видели успех отца Иосифа и Иакова, когда он у Лавана пас скот. Он был успешен. Как люди видели успех Авраама, как люди видели успех Давида, как люди видели успех Иисуса и его учеников. Бог всегда будет давать твоим рукам успех. И если ты будешь с ним, он, вот здесь поставьте себе пометку, Бог всегда с тобой. Но вот ты не всегда с Богом. И знаете, я посмотрел на ситуацию Иосифа, исследовав ее, могу сказать, почему Бог был с ним. Потому что Иосиф имел благодарное сердце. Трудная ситуация не сломила Иосифа, и он не стал роптать и ныть перед Богом и говорить, как, Господь, ты допустил такое. Ты же мне показывал сны, где все поклонятся передо мной, где моя семья придет и поклонится передо мной. Как я здесь очутился. Я сегодня в рабстве. Я сегодня вообще в другой стороне от моих снов. Я сегодня поклоняюсь. Но мы видим, что он не стал роптать. Ни одного слова ропота. Написано, что он сыскал. Он сыскал почтение в глазах своего господина. Послушайте, в глазах неверующего человека начал искать принятие какого-то и стал ему служить. Мы так не поступаем. Как Бог, ты допустил, что я здесь оказался. Ну, знаете, что я увидел? Что если бы Иосиф не оказался в доме Патифара, если бы Иосиф не оказался в тюрьме и не научился управлять домом Патифара и тюрьмой, он никогда бы не научился управлять государством. Бог как будто бы готовил Иосифа через то, что проводил. В Новом Завете есть притча, которую рассказал Иисус Христос о десяти талантах. Я не буду ее читать. Она находится в Евангелии от Луки в девятнадцатой главе. Прочитайте ее, пожалуйста, сами, когда придете домой. Домашнее задание. Видите, я по притчам иду Иисусу. Несколько штук. Я вам даю задание читать. Прошлую притчу помните, какая была? Притча о чем? О блудном сыне Таня сказала. Остальные еще думают, о чем проповедовал пастор. А сегодня притча о десяти минах. Я лишь только хочу сказать, что это единственная притча из тех, что рассказал Иисус, которая базируется на части реальных событий, произошедших в Иерусалиме или в Израиле. Вот все притчи, которые рассказал Иисус, они как бы вымышленные. А вот эта притча, она в основании своей отчасти имеет реальные события. А произошло следующее. В четвертом году до Рождества Христова умер Ирод Великий, который царствовал над Палестиной. И его царство разделилось на три части, где наследниками стали Ирод Антипа, Ирод Филипп и Архилай. И Архилаю досталась Иудея. И вот их назначение должен подтвердить был Рим. Император Август был такой на тот момент, который правил Римом, и все, что принадлежало Риму. Палестина была завоевана Римом. И вот Архилай отправился к императору Августу для того, чтобы он подтвердил его преемственность. А Иудеи за ним послали 50 человек, которые сказали императору, что мы не согласны, чтобы Архилай был над нами. Император не дал царственной особы Архилаю, но он утвердил его власть в Иудее. И когда Архилай вернулся, то, соответственно, кто противился его власти, он их покарал. А те, кто ему помогал, он их поощрил. И вот в этой притче Иисус рассказывает о неком человеке, который пошел получить царство для того, чтобы потом возвратиться. И прежде чем уйти, он призывает 10 рабов и дает им мины. Каждый мин – это 500 грамм серебра. Можете умножить, получить на сегодняшний день сумму. Он дает 10 рабам мины. И говорит им, чтобы они употребили их в оборот. Он не дает им право распорядиться этими минами так, как они хотят. Он конкретно говорит им, что надо сделать с этими минами. Он говорит, вы должны их употребить в оборот. И когда он возвращается, он призывает этих 10 рабов для того, чтобы они ему дали отчет, что они сделали. Это так сегодня похоже на нашу жизнь, когда Иисус дал нам дары, дал нам таланты, ушел и сказал, что вернется и будет судить нас по нашим дарам и нашим талантам. И он нам сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Он нам не сказал, знаете, вот вам дары, делайте, что хотите. Он говорит, дары эти для того, чтобы вы проповедовали Евангелие, крестили людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот для чего нам это все дано. Не для того, чтобы мы богатели в себя, не для того, чтобы мы еще чем-то занимались, а именно для этих целей. Как и здесь, господин сказал, чем надо заниматься этим рабам. И вот что интересно, когда он призвал этих рабов, из десятерых осталось только трое. Семеро куда-то вообще исчезли. Семеро забрали свои мины, украли те дары и просто исчезли. Их нет. Мы видим, что из десятерых приходят только трое к господину. И один из них сохранил свою мину. И интересно, что господин не был доволен этим рабом, который, в отличие от тех семерых, послушайте, в отличие от тех грешников, не убежал. С миной не забрал, не скрылся, не украл. Он бережно сохранил ее, не пустив в оборот и сказал, вот, твое. И господин называет, вместо того, чтобы обрадоваться и сказать, послушай, ты крутой чел вообще. Те-то семеро вообще убежали, скрылись. Не со своим, а ты, красавчик, ты сохранил. То, что должен был сохранить. Ну, и что, что не пустил в оборот? У тебя же времени не было пускать в оборот. Тебе надо было семью кормить. Тебе нужно было заниматься делами своими, учиться, работать и все остальное. Поэтому, откуда у тебя время, чтобы пустить эту мину в оборот? Нет абсолютно у тебя времени. Я тебя понимаю. но ты лучше, чем те семеро. Мы видим, что господин вообще о семерых не вспоминал. Вообще ничего не говорил про них. Но этому человеку, который возвратил ему его, он сказал, ты лукавый раб. Послушайте, друзья мои, если мы сегодня не пускаем свою жизнь в оборот, для господа. Можно вы выйдите? Выйдите, пожалуйста. У нас есть там это. Там мешает. Помогите, пожалуйста. Где наша? Извините. В детскую комнату проводите, пожалуйста. Там есть прямая трансляция. Бог дал нам жизнь для того, чтобы мы ее употребили в пользу нашего господина, принеся плоды. Иисус говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал для того, чтобы вы шли и приносили пребывающий плод. Бог не сказал для того, чтобы вы жили для себя. А что вы так затихли так? Проповеди в стиле ситком хотите? А я вам сказал, я буду давать серьезную пищу. твердую пищу, потому что вы уже зрелая церковь. Послушайте серьезные вещи и не огорчайтесь от них, а наоборот радуйтесь, что Бог нам открывает сегодня эти вещи. И вы смотрите, он говорит, лукавый раб, и когда ты не употребляешь свою жизнь в пользу Бога, это признак лукавства. ты лукавишь, что ты не можешь или у тебя нет времени. Ты лукавишь. Друзья мои, мы призваны служить Господу. Каждый из нас. Но посмотрите, что я хочу вам показать в этой проповеди. Тому, кто принес 10 мин и 5 мин господин сказал добрый, добрый раб, добрый и верный раб, добрый и верный раб. И он говорит, так как ты приобрел 10 мин, на тебе 10 городов будешь ими управлять. Так как ты приобрел 5 мин, на тебе 5 городов. Он так и сказал, Луки 19, 17 прочитаем, и сказал ему, хороший добрый раб, за то, что ты в малом был верен. Возьми в управление 10 городов. А второму рабу, который приобрел 5 мин, дал в управление 5 городов. Я хочу показать вам, что Бог наверняка так или иначе готовит людей к тому, что он намерен осуществить через них, друзья мои. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ху. Продолжение следует...